Поддержка режима Башара Асада в Сирии обернется только отстанием наших национальных интересов, а не сдачей наших позиций. Мы знаем, это давно не секрет, просто нет, довольно, сами себя не рекламируют, что действует негласно, существует мировое правительство Большой Семерки. Нас восьмерку втянули в этот клуб при Ельцине, когда Ельцин и Горбачев мечтали быть членом, так сказать, элитного западного сообщества. Но в период Путина стало ясно, что равноправным членом мы не будем никогда. Нас пригласили в чужой клуб, который работает по своим правилам. Правила доминирования этого сообщества в лице, прежде всего, и главного патрона США. И после дела Магнитского нам уже стали указывать опять на наше место предбанники, говоря о том, что только они соблюдают основные права и свободы, а мы не соблюдаем. Мы десятки вариантов их нарушений, можем им сказать, от тюрьмы в Гуантанамо до тайных тюрем ЦРУ в Восточной Европе, от их, прежде всего, дестабилизации мировой финансовой системы через печатное необеспечивание долларов, деривативов. У нас есть что сказать им. Поэтому то, что вопрос Сирии просто был заострен и говорит о том, что да, противоречия есть. Мы в любом случае, как государство, пока находимся в этом клубе большой восьмерки, мы представляем весь остальной мир. Мы представляем слаборазвитые страны Африи, Азии, Африи, Африки, Азии, Атилатинской Америки, которые не могут с ними на равных говорить. И в данном случае мы как раз посол доброй воли, который в этом клубе можем им противостоять. Я думаю, что нам нужно оставаться, и наш голос услышан, должен быть. И никакие посолы о том, что вот вы изменитесь, тогда будете демократами, как мы. Никакими они не демократы, знаем, значит, дирижирование спектакля, которые через СМИ, кстати, разыгрываются во всем мире. У них система отработана. Сейчас эта система идет к жесткому переделу мира. Сирия – это просто один из этапов на этом пути. И дальше Иран, дальше стратегические интересы России в Азии. И дальше, значит, мы должны уступать им все, что можем уступить. Вот так я был уверен, и мне казалось, что президент Путин на это не пойдет, и он не пошел, несмотря на жесточайшее давление. Вот такую позицию мы всегда поддержим.